Вообще-то вы с ингушами делите не свои земли, это земли Орствой. Если сегодня ты, Орствой из Чечни, не имеют голоса, ты думаешь, они все признали себя чеченцами? А, Иудов. Мы же чуть не забыли про Иудова. Иудов теперь в каждом своем эфире мочит Кадырова. Я хочу сегодня высказать такой конкретный мощный респект Иудову за его деятельность. Возможно ли ассимиляция дагестанских народов из-за того, что в нем живут несколько десятков народов и разговаривать на своем языке нет смысла, кроме как дома или у себя в горских селениях? Ассимиляция кем? Русскими это имеешься в виду или кем это может быть ассимиляция? Ну, там в принципе она планомерная, эта ассимиляция у нас на Кавказе, она идет. Они над этим очень серьезно работают. С некоторыми народами это у них более успешно получается, с некоторыми менее. Но они работают и будут продолжать эту работу, это надо понимать. И то, что наши языки сегодня на Кавказе, все языки кавказских народов, за исключение тюркских, двух народов кавказских, которые говорят на тюркском языке, остальные все языки, они вымирают, это тоже факт. И как с этим нужно бороться? Ну, пока мы там, теми силами, которые у нас есть, мы должны, конечно же, как-то мотивировать там, чтобы у нас язык не забывали, чтобы общались. Но это очень сложно. Для того, чтобы сохранить свой язык, для этого нужно государство. Полноценный. Я сейчас не говорю, что его невозможно сохранить без государства, но с государством это сделать реально. Вот когда у нас будет свое государство, в этом государстве у нас будет документооборот, у нас будет телевидение, газеты, журналы, сайты, радио. Это все будет на местном языке. И когда этот язык будет государственно поддерживаться, тогда можно будет говорить о том, что все, он из категории вымирающего перешел в категорию существующего. А пока, к сожалению, все наши языки, они их планомерно, конечно, уничтожают. Нам достаточно посмотреть любое там совещание местное. В Дагестане, наверное, вообще на местных языках не проходит никакое совещание. Но, допустим, в Чечне, посмотрите, Кадыров, когда ведет на чеченском языке якобы свое заседание, сколько вы там русских слов услышите, посмотрите. Он не говорит на чисто русском языке, никто, на чисто чеченском. И никто там не говорит постоянно, процентов 30 их речи это русские слова. И большинство из нас так разговаривает, это как бы я не исключение. Мало кто сегодня может на чисто чеченском языке, не употребляя какие-то русские слова, высказать нам, да, целую речь, например, сказать. К сожалению, такова реальность. А в случае с Дагестаном, что делать? Не лучше ли нам, жителям Дагестана, тоже разделиться территориально, чтобы в том числе сохранить язык? Я не знаю, что лучше для Дагестана, я не буду здесь давать какие-то советы или рассуждать на эту тему. Это должны сделать сами дагестанские народы. Но я лично не против ни того, ни другого. Если Дагестан как единое целое сегодня был бы отдельным государством, независимым частью, да, независимым государством в союзе Кавказа, то это абсолютно нормально. Или если бы Дагестан распался бы на несколько независимых государств, там, Лизгистан, Аваристан, Кумакистан и так далее, тоже не вижу в этом никаких проблем. То есть я смотрю и на то, и на это, как бы, без каких-то предпочтений. Никакой разницы. Как самим дагестанцам удобно, так и должно быть. Главное, чтобы мы при этом были все вместе в одной единой кавказской семье. Вот что важно. Чтобы мы с вами были в едином союзе и были таким мощным государственным образованием на политической карте этого мира. Вот что для нас очень важно. А осетин и братья мусульман? Конечно, среди осетинов есть наши братья-мусульмане. Егорцы, он их называется, как субэтно скажется. И большинство из них являются мусульманами. Это наши братья. А те из числа осетинов, которые не мусульмане, это кавказцы. Это один из народов Кавказа, с которым мы жили всегда, бог о бог, и должны и дальше жить. Поэтому Осетия это неотъемлемая часть Кавказа. Ты приводил рассказ, как ответил Муауиа византийскому царю, когда тот захотел вмешаться между ним и Али. Сам так не поступил в отношении Яшина и спровоцировал спор с ингушами насчет земли. Яшин и византийский царь вообще неподходящие, неуместные примеры. Я вообще удивляюсь, честно говоря, как вы проводите такие аналогии. Есть люди, которым противопоказано приводить аналогии и примеры. Не умеете вы это. Друзья, оставьте это дело. Византийский царь написал Муауиа, типа, давай я тебе помогу, нужна тебе помощь против твоего брата. А Яшин не написал мне, не сказал, давайте там, я помогу кому-то из вас. Ничего подобного не было. Это вообще другая ситуация. Здесь наоборот, Яшин решил дать этому оценку и эту оценку дал неверно. Поэтому, разумеется, мы разъяснили этот момент, указав, что эта оценка неверная. Вообще-то вы с ингушами делите не свои земли, это земли в Порствой. Если сегодня ты в Порствой из Чечни, не имеют голоса, ты думаешь, они все признали себя чеченцами. По-моему, это тема, которую мы досконально уже в двух чатах голосовых, ночных, обсудили. Все, что нужно было по этому поводу сказать, сказали. Поэтому давай, наверное, не будем долго на этом заострять внимание. Земля, это безусловно Орствой, но мы говорим не о том, какие племена эти земли населяли или населяют, а мы говорим о ее государственной принадлежности, о политике идет речь. И здесь неприменимы такие вещи, как земля Орствой, земля Ворондой, земля Беной. Здесь неприменимо. И земля Беной, и земля Орствой, и земля Ворондой является землей Чеченской республики Ичкерия, свободной Чечении. Понимаете? Это государственное устройство. А когда идет речь о каких-то внутренних темах, какие племена, где жили, какие земли населяли, то в этом случае можно такими терминами апеллировать. Но не в вопросах государственных. Здесь все-таки идет речь о границе, о границе несвободного государства Чеченской республики Ичкерия и России. Потому что Ингушетия не является отдельным государством. Это граница двух независимых государств. И это очень важно. И здесь наши братья Ингуши и не Ингуши должны быть на этой позиции, если они мусульмане, они должны быть на этой позиции. Что это земля Чеченской республики Ичкерия, мусульманского государства. А если кто-то из наших соседей считает, что нет, пусть она будет российская земля, то надо вам покопаться в своих убеждениях. Я думаю, что такие товарищи нам точно не братья. А, Иудов. Мы же чуть не забыли про Иудова. Иудов теперь в каждом своем эфире мочит Кадырова. Я хочу сегодня высказать такой конкретный мощный респект Иудову за его деятельность. На днях он запустил очередной свой эфир, лайвстрим в Инстаграм. И просто жестко прошелся по своему падишаху Кадырову. Давайте посмотрим. Субтитры сделал DimaTorzok Я думаю, что здесь даже комментарии мои излишние. Мы прочитали перевод, критикуют Кадырова, мочат его, я бы даже сказал, за то, что тот лежа в спальне может там фотографироваться, проводить какие-то эфиры вообще в лежачем положении. И это не первый случай. До этого Иудов вклинился в совместный эфир Кадырова, Хамбиева и одной женщины. И точно так же высказал критику за то, что они с женщиной в эфире обсуждают какие-то моменты. Сказал, что это некрасиво для чеченца. Давайте посмотрим этот момент тоже. Здесь он просто наглую вышвырнул Хамбиева, вместо него вошел этот эфир и спрашивает, вам нравится то, что вы делаете? Не стыдно вам? В общем, это единственный кадыровский чиновник в кадыровской Чечне, который вот так вот смеет открыто высказывать критику в отношении Кадырова. Никто больше этого не делает, только Иудов. Поэтому он, конечно же, хороший пример для кадыровских чиновников, я надеюсь, что они тоже возьмут с него пример. А пока за вот эту смелость, за эту деятельность я высказываю респект Иудову. Продолжая в том же духе, Иудов, мы за тобой наблюдаем, держим за тебя кулаки. Ты очень мощно разносишь кадырова в каждом своем эфире. Делай, пожалуйста, эти эфиры почаще. Мы наблюдаем. На голове шапка Раша в обнимку с мишкой и лежит на кровати. Это сильно настоящий герой России. У меня, архамду лиллах, есть один мой товарищ, который просто очень силен, короче, в этих вопросах поиска. Любой ролик, любая фотка, любая вещь, он ее очень быстро находит. Поэтому в этом вопросе у меня есть хороший помощник. Саламу алейкум, Тумсо. Я русский, вырос в Канаде, принял ислам 20 лет назад. Вопроса нет, просто хочу сказать, что поддерживаю твою работу. Ваалейкум ассаляму араму а баракату. Барак Аллаху фейк, брат. Пусть Аллах воздаст тебе благом. Очень приятно, что есть такие братья, как ты. Поясни, брат, пожалуйста, историю Чечни и почему она должна быть независимой. Назови исторические личности период 90-х, 10-х, которые повлияли на историю Чечни. Спасибо, брат. Давай я коротко скажу, почему Чечня должна быть независимой. Это право любого народа быть независимой. Свобода это то, что нам дается по умолчанию Всевышним Аллахом. И мы должны стремиться к этой свободе, поэтому мы к ней стремимся и будем начать стремиться. Что касается личности и так далее, наверное, сейчас я не буду на это отвечать. Времени у нас нет. Может быть, как-нибудь в другой раз об этом поговорю. Продолжение следует...